В администрации продолжает работать комплексная комиссия по подготовке празднования Дня Города. Прихожане нашего города совершили две поездки на молебны. На прошлой неделе совместно с администрацией Смоленской области состоялось две поездки наших прихожан. Страны от города Ярца на освящение церкви, построенные с участием патриарха, и вторая поездка была на благослужение в соборе города Смоленск. Десногорск готовится отметить день рождения. Председатель Комитета по культуре, спорту и молодежной политике Светлана Головачева доложила о предстоящих праздничных мероприятиях. 8 сентября в 12.30 на баскетбольной площадке 4-го микрорайона состоится открытие финала баскетбольного марафона 3 на 3 среди юношей и девушек. Приглашаем поболеть за нашу команду всех желающих. 9 сентября у нас большие празднования по дню города Весногорска. Торжественное шествие начнется в 10 часов утра. Программа мероприятий размещена в средствах массовой информации и на сайте администрации. В образовательных учреждениях начался новый учебный год. С 8 сентября у нас начинается дополнительный этап в прохождении государственной договорной аттестации. Три выпускника у нас будут повторно сдавать УГЭ и три выпускника у нас будут повторно сдавать ЕГЭ. И также в школах у нас на этой неделе пройдут мероприятия в рамках проекта «Школа Росатома» и в рамках проекта «Слава Соседателям». Коммунальные службы готовят город к зиме. Продолжается работа по подготовке систем на квартирных домах города к следующему осенне-зимнему периоду. Сейчас основной упор сделан на подготовку теплового контура на квартирных домах. И продолжаются работы плановые на сетях города. Сегодня будут начаты работы по ремонту теплосети на детский сорт Теремок, в связи с чем возможны ограничения по горячей воде. Включать не будем. Будет скорее снижение температуры. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в пределах нормы.